Вода сгонана. Это мешками засыпано. Если бы не мешками, вот так бы уже стояла вода. Мешки с песком уже третий год спасают Надежду Красильникову от воды. Погреб уже полный. Заготовки на зиму, к счастью, удалось эвакуировать. Она бежит круглый год. Но дело в том, что летом она бежит потихонечку. А вот в данное время, начинает с января, с декабря, начинает бежать и замерзать. Где летом грядки, сейчас каток и бассейн. Не пройти по тротуару за забором. Картина обычная для весны, но с растаявшим снегом это не связано. Вещали в прокуратуру центрального района. Они нам написали. На участке от улицы Хвойной до улицы Кутузова существует водоотводный канал, позволяющий отвезти талые воды в городскую ливневую канализацию в районе дома номер 46 нашего по улице Кутузова. То есть они там сделали до нас. Вот она вот и бежит. Она все время оттуда бежит речкой. Но она же приходит мороз и она замерзает. И все. И в воде куда идти? Под дом. В администрации города заявляют, что о проблеме знают. На выходных очистили от наледи тротуары, а вот что вода идет в дома, так это проделки природы. Жители же настаивают, что причина подтоплений – порыв. Мы пытались проверить также с водоканалом, отключая систему воды на предмет порывов возможных, но, к сожалению, ситуация не подтвердилась. Порывов там нету и пробы воды показали, что это все-таки грунтовка. Ну а по сливу, конечно, будем смотреть тогда по жителям, ходить, разговаривать, проводить беседы. В прошлом году, если взять эту же ливневку, она работала, все было нормально, вода уходила, но здесь вот эти минусовые температуры, ее просто заморозило ливневку. Мы ее сейчас будем пропаривать, очищать, конечно же. Никто не исключает, что в следующем году история с промерзанием ливневки повторится, и ручьи появятся снова. Лишить проблему раз и навсегда могла бы станция понижения грунтовых вод. Но, как заверяют в администрации, ее строительство – дело затратное и длительное. А жителям нескольких домов на Кутузово только и остается, что на пенсию покупать мешки с песком.